Все началось прошлым летом, вспоминает Сергей Каравинский, настоятель Свято-Иверского храма. Тогда пришла идея о создании тропы здоровья. Руководство города инициативу поддержало, сформировали бюджет, определились с локацией, кстати, выбирали между Киселевичами и Луковой горой. Выбор пал на первую. Пролегает она около церкви, а значит, всегда будет под присмотром. Здесь, на территории города, рассказывается о том, что нужно беречь природу, потому что, ну, это наш дом, в котором мы не должны мусорить, должны беречь его. А на территории храма рассказывается о том, что Господь сам заповедовал о том человеку, чтобы он берег природу, чтобы он возделал ее. И вот таким образом построена тропа. Эко-тропа – это не просто дорожка в лесу. Здесь много сюрпризов. Вас встречают мультяшные персонажи, художественная выставка. Юные бобручане занимаются лепкой и рукоделием. Плюс везде есть таблички. Они рассказывают о растительном и животном мире. Также она отлично подойдет для любителей активного отдыха. Тропа здоровья поделена на две половины. Точка А – Свято-Иверский храм. Б – 21-я школа. Общая протяженность – 1 километр. Время в пути – около часа. Тропа здоровья – это подарок для самых маленьких и взрослых. Она первая, подобная в городе. У маршрута – благородная миссия. Напоминает о защите природы, соблюдении порядка. Кроме того, можно узнать историю здешних мест. Будете сюда приходить, устраивать прогулки с друзьями? Конечно. Конечно будем. Да. Мне очень понравилось. Да, совершенно. А что ты здесь сегодня делаешь? Пролеплю. А что лепишь? Саву. Саву. Что еще? Еще. Кораблик. Кораблик. Грибы будем лепить? Да. Грибы будем лепить. Как относитесь к открытию тропы здоровья? Это очень полезно для детей, для их родителей. Интересное времяпрепровождение. К слову, в Беларуси более 70 экологических троп. Протяженность самой короткой – 1 километр. Длинный – 175 тысяч метров. Можно идти пешком, преодолевать на велосипеде или на личном авто. Ольга Васенда, Стас Чечерин. Итоги недели.